Комарову Оксану Николаевну, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника отдела гастроэнтерологии НИИ Педиатрии Академики Вильтищева, врач, гастроэнтеролог, диетолог. Еще одна грань, еще одна грань, и доклад называется «Особенности желудочно-кижечного тракта у пациентов со СМА. Основные нарушения и их коррекция». Буду маячить. Можно это, да. Буду делать строгие глаза. Хорошо. Я попытаюсь сократить, хотя действительно информации очень много. Хотелось бы поделиться очень многим. Коллеги и родители, уважаемые, действительно патология желудочно-кишечного тракта может способствовать прогрессированию заболевания в спинально-мышечной атрофии. Мы на сегодняшний день это четко понимаем и пытаемся профилактировать определенные симптомы. И если далее формируется определенного характера заболевания. Я хочу напомнить, что поперечно-полосатые мышцы у нас расположены в глотке, в верхней трети пищевода и в наружном анальном сфинктере. Вот то, что касается желудочно-кишечного тракта. Все остальное, и пищевод, и желудок, и весь кишечник, и все сфинктеры, включая и нижний пищеводный сфинктер, это гладкие мышцы. И вопрос в том, насколько затронуты именно гладкие мышцы, именно гладкая мускулатура при спинально-мышечной атрофии на сегодняшний день остается открытым. Я продемонстрирую далее несколько исследований, которые, может быть, немножечко снимут эту завесу, эту тайну, так скажем. Но действительно у пациентов с более тяжелыми формами СМА мы часто видим бульбарный синдром. Именно он, помним, да, где у нас мышцы поперечно-полосатые, может способствовать и быть причиной аспирационных пневмоний. Я обращаю ваше внимание, не конкретно гастроэзофагальный рефлюкс, хотя дальше я об этом поговорю. А вот что касается дисфункции желудочно-кишечного тракта, нарушение моторики мы видим в виде запоров, в виде задержки, эвакуации содержимого желудка, ну и гастроэзофагального рефлюкса. За два года у нас в институте было обследовано порядка 117 человек с спинально-мышечной атрофией. Я как консультант-гастроэнтеролог. По направлению те, которые имели жалобы, их было 50 человек, то есть практически половина. Если мы посмотрим, на что же жаловались пациенты, то 46%, то есть практически половина из тех, кто пришел на консультацию, имели прежде всего запоры. Что касается рефлюксной болезни, 6%, всего 3 пациента. Функциональная диспепсия и хронический гастроэзофагальный соответственно 10,6%. Пятая часть, даже четвертая часть детей имели дисфункции билярного тракта, и причем 14% из них аномалии формы желчного пузыря. Недостаточность питания имели 38% детей и ожирение 10% детей. Вот что касается непосредственно задействованности формирования всех этих симптомов гладких мышц. Исследование, которое мне единственное удалось найти, это 1992 год, которое показывает, что у пациентов со спинальной мышечной атрофией низкое количество нейронов ауэрбаховского сплетения, тонкой и толстой кишки. Мы знаем о том, что кишка сама по себе это достаточно автономный орган, который может работать самостоятельно за счет того, что есть определенные два нервных сплетения, расположенные между двумя слоями мышечных волокон. Так вот, кишечные проблемы у пациентов со СМА именно вызваны, как считают авторы, слабостью гладких мышц, вторичных по отношению к неадекватной автономной энтеральной нервной системе. И уж так повелось, что у пациентов с нервно-мышечными заболеваниями чаще всего мы привыкли считать, что есть гипогонглиоз, то есть вот такая недостаточность, поэтому нарушения моторики здесь действительно могут быть. Ну, что же поновее? Поновее только на трансгенных мышах. Это 16-й год исследования, очень интересное, которое показывает, что количество нейронов и плотность ганглей в межмышечных сплетениях были значительно выше. И вот здесь картинки такие очень показательные. У детей, простите, у мышей со спинальной мышечной атрофией по сравнению с контрольными мышами. Возможно, это компенсаторный какой-то механизм для поддержки функции желудочно-кишечного тракта, но, во всяком случае, это прямо противоположные данные. Значительное снижение массы тела у мышей и относительная длина кишечника значительно выше у мышей с осма, чем у контрольных мышей, что потенциально, возможно, создает условия для более длительного транзита химуса по кишечнику. Вот еще интересный факт, и действительно мы можем далее клинически это объяснить даже у пациентов с осма. Уменьшение плотности кровеносных сосудов и в 12-перстной кишке, и в подвздошной кишке. И, по сути дела, как гастроэнтерологи мы встречаемся с такой патологией, это называется хроническая обструктивная болезнь кишечника, уже у людей возрастных, те, которые страдают атеросклерозами, микроангиопатией имеют, а что же здесь? Здесь по мере прогрессирования заболевания у мышек наблюдали как раз-таки вот такую хроническую брыжечную ишемию. И третий момент, на который следует обратить внимание, увеличено воспаление в кишечнике. У мышек большое количество именно макрофагов диагностировано. Далее, коллеги, по поводу всасывания. Действительно, вопрос очень неоднозначный. Какое питание мы должны давать нашим деткам, особенно детям первого года жизни, сосма первого типа? Если посмотреть данные литературные, то достаточно разняться показания. И всегда с точки зрения гастроэнтеролога интересно. Действительно, если мы посмотрим под микроскопом тонкую кишку, то что мы увидим? Какие ворсины прежде всего у пациентов? Но, к сожалению, хочу отметить, что у нас, так как большого количества детей с спинальной мышечной атрофией, но ни одного исследования по поводу анализа именно биоптата тонкой кишки проведено не было. Поэтому мышки, опять-таки. Если мы посмотрим с вами в норме, как выглядит непосредственно биоптат. Вот они, длинные-длинные ворсины, через которые происходит всасывание всех питательных веществ. А у мышек трансгенных видно снижение высоты этих ворсин, отек слизистой основного мышечного слоя, и крипты совершенно разные по форме и распределению. Возможно, вот такая картина связана с тем, что недостаточная плотность сосудов, недостаточное питание именно слизистой оболочки. Следует ли говорить о том, что такая суботрофия требует каких-то определенных диетических ограничений? Эти вопросы остаются открытыми на сегодняшний день. Я знаю, что есть определенных когорты пациентов с нервно-мышечными заболеваниями, например, с болезнью Дюшена, которых обследовали на наличие или исключение такой гиперчувствительности к глютену или целиакии, заболеванию. И у небольшого процента пациентов действительно таковые антитела были выявлены. Но стоит ли давать таким пациентам безглютеновую диету? Действительно очень много вопросов, которые предстоит разрешить, я думаю, таким вот научным сообществом. Итак, как я уже проговорила, по статистике у большего процента детей, консультированных в частности нами, выявляется запор. Вот как понять, что у ребенка запор? Если сказать совсем кратко, то это слишком редко, слишком напряженно он опорожняет кишку, и каловые массы слишком плотные. Безусловно, мы ориентируемся на определенные нормы. Но, как я говорю всем пациентам своим, что мы отталкиваемся от своей индивидуальной нормы. Стул как три раза в день, так и три раза в неделю может быть индивидуальной нормой для пациента, если при этом его ничего не беспокоит. Ну и дальше, если мы видим усугубление данных ситуаций, конечно же, мы расцениваем это как запор и начинаем давать рекомендации. Соответственно, важна и плотность стула. И часто пациентам показываем такие картинки. Вот четвертый тип, ну в какой-то степени третий тип – это норма. Что же у нас, какие причины возникновения запоров могут быть? Причины могут быть в замедлении транзита каловых масс по толстой кишке, так называемой коллагенной запоры. И затруднение поражения ректосигмоидного отдела толстой кишки – это проктогенные запоры. Расстройства также могут быть комбинированные. Вот у пациентов с ОСМА представлены все три типа запора. В большей степени, безусловно, так как нарушается сокращение мышц брюшного пресса и диафрагмы, то есть поперечно-полосатая мускулатура, она задействована. В результате этого, возможно, недостаточно микроциркуляции в стенке кишечника с нарушением процессов ее сокращения, а также гипотония и атрофии мышц, участвующих в акте дефекации. Вот это основная причина запоров у всех пациентов с нейромышечными заболеваниями. Но, да, вот здесь анализ представлен, собственно говоря, каким образом опражняются пациенты со спинальной мышечной атрофией. И показано, что практически половина имеет коллагенный запор, то есть половина на половину и проктогенный запор. Но вот 26% имели стул после клизмы. Только все вышеперечисленные, они имели самостоятельный стул. При этом либо редкую дефекацию, либо редкую и комковатую, либо очень плотную, либо затрудненную дефекацию. И при этом я не увидела какой-то корреляции между состоянием пациентов в плане движения. То есть не получено в большей степени те, кто лежат, имеют запор, например. Или те, которые ходят, не имеют такого запора. То есть приблизительно одинаково пациенты могут иметь, а могут не иметь запора. При этом при беседе с родителями очень часто, помимо таких предрасполагающих факторов, мы выявляем другие причины запора. И это очень важно для того, чтобы помочь нашим пациентам. В частности, в стационаре запор часто психогенного характера. Когда кругом много людей, обстановка иная. Случается очень часто именно острый запор. Алиментарный. Действительно, диета в какой-то степени помогает улучшить пассаж по желудочно-кишечному тракту. Но, к сожалению, диета не является панацеей. Всевозможные метаболические нарушения изменений, например, ацидоз. Когда пациенты попадают с определенными вирусными инфекциями в стационары или пневмониями. И так далее, естественно, вот это состояние может усугублять запор. Медико-ментозные. Есть пациенты с осма, получающие противосудорожную терапию в небольших дозах. Но это в любом случае оказывает влияние негативное на непосредственно моторику желудочно-кишечного тракта. В литературе я не встретила наличие органических повреждений, которые могут также способствовать запорам. То есть параллельно, допустим, с спинально-мышечной атрофией и различной врожденной аномалией толстой кишки. Но вот механический запор, когда увеличенные лимфатические узлы могут нарушать моторику кишки, эта ситуация встречается. Проктогенные запоры могут усугубляться болезненным расстройством ануса, когда плотные каловые массы ранят нежную слизистую. Мы видим трещины, различные периональные изменения у наших пациентов. Действительно, последствия запоров могут быть совершенно катастрофическими. И прежде всего, и Андрей Юрьевич сегодня сказал пару слов в эту тему, когда стаз кишечного содержимого приводит к нарушению нормального состава кишечной микрофлоры и избыточному бактериальному росту. И причем не только условно-патогенной, но и патогенной флоры, которая имеет способность транслокации во внутреннюю среду организма. И далее мы можем наблюдать различные хронические очаги инфекции. Внимание, например. Кроме того, высокое давление в толстой кишке может способствовать нарушению эвакуации из тонкой кишки и способствовать рефлексу. И дуоденогастральному, и гастроэзофагальному в частности. Бывают, опять-таки, ситуации, когда мы корректируем запоры, и пациент не имеет этих клинических проявлений, например, изжоги. Соответственно, косвенно корректируя их рефлексную составляющую. Но вот энкопресс, который мог бы свидетельствовать о том, что заполненный каловыми массами кишка имеет подтекание, периодическое кало, у пациентов со спинально-мышечной атрофией я не встретила. Хотя действительно слабость наружного сфинктера может присутствовать у таких пациентов. Как же мы диагностируем запоры? Ну, чаще всего, безусловно, это опрос. Опрос родителей, опрос пациентов 90% диагноза. И уже в 90% случаев мы можем помочь нашим пациентам. Дополнительные методы обследования, такие как ректорманскопия, колоноскопия, ирегография или функциональные методы практически не применялись нами, у пациентов со спинальными мышечными атрофиями. Так как мы понимаем, в принципе, как мы можем помочь таким пациентам и помогаем им. Диетотерапия – важный аспект. Водный режим – также важный аспект. Можно помогать массажем животика, гимнастикой, кому есть такая возможность. И обязательно пациентам, которые можно присаживать или они сидят, создавать максимально комфортные условия для дефекации, потенцируя именно физиологические условия. И медикаментозная терапия, конечно, нам в помощь при отсутствии эффекта от всех перечисленных выше мер. У детей раннего возраста, которые получают детские смеси. Мы, безусловно, можем помочь таким пациентам для того, чтобы улучшить моторику кишки, выбирая всевозможные смеси, содержащие пребиотики. Или, например, смеси с модифицированным или измененным жировым компонентом, например, бета-пальметиновой кислотой. Или смеси, не содержащие пальмового масла. Если у нас есть сочетание клинических симптомов, но, кстати говоря, что касается детей со спинальными мышечными атрофимы первого типа на первом году жизни, ни у одного пациента я не видела срыгиваний, ни у одного пациента не было поперхиваний. В результате возможна вот такой мышечной слабости. Но, тем не менее, такие пациенты могут страдать аллергией к белкам коровьего молока. И таких мы наблюдали, когда запор или запорный понос с кровью в стуле. Тогда имеет смысл назначать по всем канонам смесь на основе гидролиза высокого белка или элементное питание. Для пациентов старшего возраста, безусловно, мы будем делать упор на продуктах питания, которые усиливают моторную функцию. Это, прежде всего, клетчатка, клеточные оболочки, соединительная ткань, масла, о которых сегодня говорили. Вот, кстати говоря, хотела бы поделиться тем, что наиболее сбалансированы по составу именно полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6 в соотношении 5 к 1 масла грецкого ореха. Поэтому всем пациентам своим я его рекомендую, высчитывая определенное соотношение. Тоже не очень дорого, но очень эффективно. И те продукты, которые у нас замедляют перистальтику, мы стараемся их не давать. Это, прежде всего, продукты, богатые танином, прежде всего, это блюдо, которое имеет различную вязкую консистенцию. Такие протертые кашки, кисели, слизистые супчики. С одной стороны, те продукты, которые более легко проглатываются нашими пациентами, но вот то, что касается влияния на перистальтику, они действительно обладают таким замедляющим эффектом. Поэтому взоры следует обратить на индифферентные продукты. Это, прежде всего, различные паровые блюда в виде различных, допустим, мяско-кнели, котлеты, пюре, отварная нежирная рыба. То есть способ приготовления этих продуктов очень важен. Например, свежеприготовленный творог. Для подсчета количества клетчатки, которое необходимо пациенту, есть такая формула – возраст плюс 5 грамм в сутки для ребенка. Более взрослым пациентам 25-35 грамм в сутки клетчатки, лечебная доза 40 грамм в сутки. В любом случае мы ориентируемся на жалобы. То есть если избыток клетчатки, соответственно, это боли в животе, это жидкий стул. Но вот данное исследование показывает, что одновременное употребление 25 грамм клетчатки, посмотрите, что включает, какие продукты, в общем, достаточно все применимое, если мы говорим о детях старше 3-4-летнего возраста. И 2 литра жидкости в день ускоряет транзит и размягчает кал. Что касается отрубей, хочу отметить, что в постоянном режиме отруби назначать нельзя, поскольку они способствуют адсорбции различных витаминов, других питательных веществ. Поэтому, как правило, если мы корректируем диету пациентов, то рекомендуем такой вот прерывистый режим в виде назначения увеличения количества клетчатки в рационе и, возможно, назначения отрубей. Возможно, потребуются и препараты, которые влияют на моторику кишки. И если есть такой прецедент в виде спастических запоров, или, например, пациент имеет фрагментированный кал, в данной ситуации мы можем обратиться к прокинетикам, которые способны вот эти проблемы также устранить. В частности, препарат тримибутин. Но если спастика у нас все-таки превалирует, то различные спазмолитические средства, которые разрешены в разных возрастных группах. Ну и, конечно, если мы не справляемся определенным образом диетой, помогаем пациентам различными размягчающими средствами. Безусловно, астматические слабительные, которые представлены макроголом, например, лактулозой или лактитолом. Вот это группа препаратов, которые мы достаточно чаще других назначаем. И действительно видим эффективность. Но чаще всего все-таки астматические слабительные мы назначим пациентам, которые имеют нарушенный транзит по толстой кишке. То есть, грубо говоря, при коллагенных запорах. Вот тогда мы будем иметь эффект. Если запоры комбинированные, или если превалируют запоры проктогенного характера, то мы помогаем снизу пациентам тоже. То есть, различные микроклизмочки назначаем или очистительные клизмы. Если пришел пациент и имеет острый запор, то нужно немножечко размягчить каловые массы. В данной ситуации через рот предлагаем различные минеральные масла. Здесь противопоказания для детей первых двух лет жизни и пациентов, которые имеют риск аспирации. Вот эта категория препаратов очень аккуратна у пациентов со спинально-мышечными атрофиями. Раздражающие или контактные слабительные, такие как бисокодил, пикосульфат натрия, препараты сены. Вы видите, что они имеют еще и возрастные ограничения определенного плана. Назначать крайне редко, только симптоматически при остром запоре. Или если мы имеем действительно запор с замедленным транзитом, когда человек не порожняется сам. И, например, сложно ему выполнять рекомендации по очищению кишки. Ситуации бывают разные. Эмоциональный фон наших пациентов тоже разный. В данной ситуации прерывистым курсом, например, три раза в неделю. Но не чаще, потому что все это сопряжено с развитием локсативной болезни. А локсативная болезнь – это, соответственно, дизэлектролитные нарушения. Прежде всего, гипокалиемия. Что не хотелось бы нашим детям со спинальными мышечными атрофиями. Простой алгоритм терапии запора. Каким образом мы можем представить? При наличии плотного стула парорально назначаем астматические слабительные средства. Раствор локтулозы, в частности, с рождения, полиэтиленгликоль или макрогол, можно использовать с 6-месячного возраста. При остром запоре. И, в принципе, всем пациентам, имеющим запор, всем пациентам с нейромышечными заболеваниями, рекомендую раз в две недели проводить для профилактики очистительные клизмы. В частности, гипертонические клизмы. Это очень важный аспект. Контактные слабительные, я уже проговорила, можно при остром запоре использовать не более 10 дней. При задержке стула более 2-3 суток. Если нет самостоятельного стула, мы используем ректальные свечи с глицерином, микроклизмы с водой или очистительные клизмы. Вот такой простой алгоритм терапии. Ну что ж такое-то у нас? Техника устала. По-моему, очень настойчива. Следующая проблема, которую бы хотелось осветить, это так называемая функциональная диспепсия, с которой действительно мы встречаемся. И по тому, что я предоставила выше, это второе место, так скажем, среди пациентов со спинальными мышечными атрофиями, которые имеют функциональную диспепсию. Очень сложный здесь вопрос. Все-таки есть функциональная диспепсия или, например, какое-то органическое поражение верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Но в любом случае, если пациенты у нас имеют такие симптомы, как раннее насыщение, когда съел две ложки и отказывается есть. Частая ситуация. Она может быть сопряжена и с мышечной слабостью в том числе, но и с нарушением моторики, именно антроденальной зоны. Чувство тяжести переполнения в подложечной области, отрыжки, изжоги, горечь во рту, тошнота, плохой аппетит. В данной ситуации такая симптоматика может объясняться как такими терминами, как функциональная диспепсия, так и наличием гастроэзофагальной рефлюксной болезни, равно как и быть вторичным по отношению к любому заболеванию желудочно-кишечного тракта, которые здесь ниже перечислены. Почему возникает функциональная диспепсия? Это прежде всего нарушение депонирования. То есть нарушение функции рецептивной и адаптивной релаксации. То есть когда у нас пища поступает в желудок, мы видим, соответственно, посредством определенных воздействий, в частности вагуса, что давление в желудке падает, и человек не чувствует поступления пищи. Дальше тонус желудочной стенки изменяется таким образом, что несмотря на увеличение объема желудка, давление в нем также не повышается. Это в норме. Кроме того, есть определенные миогенные письмекеры, которые расположены у нас по большой кривизне желудка, которые могут генерировать такие медленные волны, вызывая перистальтические сокращения. Так вот, в ситуации, когда у нас нарушается аккомодация, когда у нас неправильно работает письмекер, мы можем видеть вот такие расстройства, в частности, и дооденогастральный рефлюкс, и нарушение опорожнения желудка, и дооденальную гипертензию. И в данной ситуации, конечно, безусловно, это чревато и может лежать в основе формирования гастроэзофагального рефлюкса прежде всего. Поэтому, безусловно, это нужно корректировать. Ну, а с точки зрения возможного механизма и симптома, можно прокомментировать следующим образом, что когда человек ощущает переполнение тяжести после еды, тошноту, рвоту, то, скорее всего, мы имеем дело с замедленным опорожнением желудка. Так же, как и чувство раннего насыщения, это нарушение аккомодации. Может быть, изжога. Вот изжога нечастый симптом у пациентов со спинальными мышечными атрофиями. Изжога может, собственно говоря, говорить о гиперчувствительности слизистой оболочки пищевода, в частности. Ну, и такой симптом, как тошнота, когда и есть нарушение аккомодации, и есть гиперчувствительность слизистой оболочки, и 12-перстной кишки, и желудка. Каким образом мы будем корректировать? Для того, чтобы снизить гиперчувствительность, как правило, назначаются обволакивающие препараты, антисекреторные препараты, и часто эта ситуация усугубляется сопутствующими эмоциональными проблемами. Поэтому такой вот комплексный подход в коррекции. Коррекция моторики. Помимо диетических рекомендаций в виде уменьшения в рационе жирной пищи, например, ну, кофеин, острая пища в меньшей степени наши пациенты употребляют, тем не менее, назначается прокинетическая терапия. Такие препараты, как тримибутин, домперидон, возможно, если есть додональная гипертензия, то спазмолитическая терапия. В данной ситуации, когда мы не видим необследованного пациента, то, во-первых, необходимо исключить симптомы тревоги для того, чтобы понять, имеет смысл вести пациента на эндоскопическое исследование, например. Есть ли у пациента прием аспирина или нестероидных противовоспалительных препаратов, это тоже должно свидетельствовать о том, что, скорее всего, есть органические нарушения в виде гастропатии, в частности. И, конечно, имея такую симптоматику, мы должны уточнить, нет ли рефлексной болезни. Но вот каким образом мы можем диагностировать рефлексную болезнь, я скажу немножечко позже. А такой метод, как электрогастрография, который достаточно широко использовался ранее, сейчас считается недостаточным для оценки моторных нарушений и подбора терапии, к сожалению, поскольку этот метод очень-очень субъективный. Поэтому важно в выборе тактики лечения именно определения ведущих симптомов и коррекция по симптомам непосредственно. Не переключается. Это ужасно. Хорошо. Значит, по поводу рефлексной болезни, коллеги, хотелось бы отметить, что это рецидивирующее заболевание, которое предрасполагает к наличию морфологических изменений со стороны слизистой пищевода. То есть как мы можем подтвердить это заболевание? Скажу в двух словах, что есть такое понятие, как физиологический гастроэзофагальный рефлекс. У каждого человека он есть. Особенно после еды. Вот эта небольшая отрыжечка – это вариант нормы. Но есть такое исследование, когда мы определяем количество этих рефлюксов и степень, продолжительность в течение суток, если она превышает более 50, и если закисление пищевода происходит более 4,2% времени за сутки, то мы считаем, что этот рефлюкс является патологическим, и он потенциально может способствовать формированию изменений на слизистой пищевода и формированию рефлюксной болезни. С точки зрения пациентов со спинальными мышечными атрофиями, так как нижний пищеводный сфинктер – это у нас гладкая мышца, гладкая мускулатура, я считаю, что неправильным говорить о том, что именно тонус сфинктеров у пациентов со спинальной мышечной атрофией снижен. Антирефлюксный механизм формируется ножками диафрагмы и нижним пищеводным сфинктером. Соответственно, если у нас есть дискоординация среди двух этих структур, и прежде всего за счет недостаточной силы сокращения мышц диафрагмы, это действительно потенциально может способствовать формированию рефлюкса. Кроме того, у пациентов нет достаточной активности и тонуса определенного грудного отдела пищевода. Все по тем же причинам. Это вторая причина формирования рефлюкса у пациентов со спинальными мышечными атрофиями. Плюс нарушение опорожнения желудка. То есть для того, чтобы защитить от рефлюкса, необходима нормальная моторика желудка и 12-перстные кишки. Вот три основных причины, причины, которые могут предрасполагать нам к развитию этого заболевания. Причем есть четкие клинические симптомы, на которые пациент сам нам пожалуется или мы спросим у него о наличии такового. Изжога, когда обратно забрасывается пища, например, с отрыжкой, когда есть симптом такого мокрого пятна в горизонтальном положении, обычно после ночного сна. Отрыжка непосредственно и кислым, и горьким, боль при глотании, нарушение глотания. Но чаще всего пациенты со спинально-мышечной атрофией не жалуются таким образом. И из тех 50 проконсультированных только два имели изжогу. Важнее всего все-таки внепищеводные проявления и правильная их диагностика. Различные аспирационные моменты, чаще всего, как я уже проговорила выше, они связаны с нарушением, с бульбарным синдромом. Но если у нас реализуются все те механизмы, которые были сказаны мною выше, мы можем иметь заброс из желудка в пищевод и непосредственно в дыхательную систему. Патология лорорганов, сердечно-сосудистой системы, рефлюкс равно тахикардии или аритмии. Таких пациентов мы также наблюдали. Могут быть дефекты зубной эмали. И просто банальное нарушение сна, беспокойный сон также могут быть вызваны рефлюксными симптомами. Так вот, как же понять? У пациента нет жалоб. Но есть, допустим, диагностированные какие-то микроаспирации, предположим, или частые атиты, когда другие причины исключены. Так вот, единственный метод – это не проведение гастроскопии. Хотя, когда мы проводим гастроскопию, мы можем видеть наличие эрозии, например, в пищеводе, и косвенно думать о том, что да, действительно, это раздражающее действие кислоты. Но самым идеальным методом – это проведение суточной PH-метрии, когда за сутки мы можем зафиксировать количество рефлюксов, понять, кислотные они, щелочные они и так далее. И наиболее современный метод – это импедансометрия, которая помогает действительно правильно поставить диагноз и, более того, правильно выбрать терапию нашим пациентам. Переключите, пожалуйста. Да, хорошо, я уже завершаю. Соответственно, эрозивный процесс может быть представлен в разной степени. На этом я не буду подробно останавливаться. Хотелось бы осветить такой вопрос, как показания к хирургическому лечению. Когда мы будем говорить об антирефлюксных операциях, когда действительно есть рецидивирующие гастроэзофагально-рефлюксно-ассоциированные респираторные патологии. Прежде всего, если у пациентов диагностированы тяжелые эзофагиты с массивным эрозивным повреждением, и есть осложнения гастроэзофагально-рефлюксной болезни в виде кровотечений, например. Ой, переключите, уже нет сил, честно говоря. Я хочу вам продемонстрировать два исследования по эффективности фундаппликации и гастроэстомирования. Вот тоже хотелось бы сделать небольшой акцент на том, что если вы идете на гастроэстомирование, на непосредственную установку гастроэстомы, должны подумать, нужна ли пациенту фундаппликация. То есть нужно ли укрепить вот эту систему, манжетку, как мы говорим. Потому что если поставить гастроэстому, то следующим этапом фундаппликацию вы сделать уже не сможете. То есть нужно либо это параллельно делать, либо сначала фундаппликацию, затем гастроэстому непосредственно. Ну вот группы маленькие, но в любом случае пациенты со спинально-мышечной атрофией первого типа, которым была проведена и фундаппликация по Ниссону, и гастроэстомирование. И действительно при анализе через год таких пациентов, они хорошо прибавили в массе тела, и 50% в течение последующих 12 месяцев после операции, на 50% было меньше респираторных госпитализаций. Это, в общем-то, хорошее достаточно значение. Не стопроцентное, но тем не менее. А вот пациенты в количестве 44, у них у 31 фундаппликация по Ниссону, и все получают питание через гастроэстому. Но несмотря на то, что проведены эти операции, гастроэзофагальный рефлюкс все равно зафиксирован у 21 пациента, и 23 из них получали и антисекреторную, и прокинетическую терапию. То есть продолжали получать. Связано это, конечно, с тем, что прогрессирует заболевание, скорее всего, и усугубляется нарушение моторики желудочно-кишечного тракта. А вот демонстрация такого улучшения рефлюкс-гастроэзофагита у пациента с спинально-мышечной атрофией после хирургической коррекции кифоскалиоза. Это китайцы, я так понимаю, провели такое исследование, которое показывает, что до коррекции непосредственно зияет зона кардии и массивный эрозивный процесс у пациента. После оперативного вмешательства вот эти данные через год, зияния меньше гораздо и никакого эрозивного процесса. Поэтому к вышеперечисленным положительным влияниям непосредственно хирургической коррекции можно отнести и улучшение симптоматики со стороны желудочно-кишечного тракта. Конечно, коллеги, изначально мы должны понимать, что профилактика превыше всего и пытаемся все-таки как-то немножечко предупредить развитие вот этих рефлюксных ситуаций. Конечно, если есть запор, мы его корректируем. Как я уже сказала выше, запор может способствовать возникновению гастроэзофагального рефлюкса. Безусловно, лучше каждому пациенту любого возраста спать с немножечко приподнятым головным концом кровати. Вот здесь это продемонстрировано, чтобы не было затекания содержимого желудка выше. Есть определенные диетические ограничения. То есть необходимо уменьшить содержание жирных продуктов, которые могут расслаблять нижнепищеводный сфинктер, острых продуктов, например, раздражающих продуктов. И консервативно лечим и помогаем нашим пациентам, назначая им такие препараты, как ингибиторы протонной помпы и альгинаты, в частности, которые помогают контролировать симптомы и в какой-то степени отодвигают такие оперативные вмешательства, в частности, хирургическую коррекцию. Спасибо за внимание. Спасибо большое.